Офигеть! У меня всю жизнь будет по за виду такого пройти. Не, может это быть? Это нереально. Это может быть. Офигеть. Физику-то для чего не питаешь? Ничего невероятного? Да. Ну давайте, здесь совсем коротенькая будет практика. Минут 20, наверное, не больше. Тут задачи совсем простые. Здесь нужно просто формулу опять поставить. Тут даже вообще думать ничего не надо. Ну давайте, прочитаем условия задачи. У нас известно, что вот эта кси, это у нас случайная величина. Эта случайная величина кси может принимать значения минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. И она принимает эти значения с вероятностью 0,1, 0,3, 0,2 и 0,2 соответственно. Здесь одна вероятность недостающая. Ее нужно здесь определить. Дальше нужно построить график функции распределения случайной величины этой кси. И вычислить ее математическое ожидание, дисперсия и среднекландатическое обстановление. Все, что нам понадобится, вот у нас сейчас показано. То есть вот эта кси, еще раз покажем, что х1 это значение, которое она может принимать, а p это вероятность, с которым она принимает это значение. Дальше про вот эту вот запись, которая в таком виде можно говорить про математическое ожидание. Математическое ожидание что-то говорит, она связана вот с этой формой. Она считается как сумму по всем икси, по икси. То есть я просто должен вот это сложить с этим, это с этим сложить. А, нет, да, ничего не так. Это перемножаем и все вместе складываем. Это у нас получается математическое ожидание. Ну то есть если я расписать, что у нас получается? х1 на p1 плюс х2 на p2 плюс ну и так далее. Сколько всего у нас вот этих значений бывает. Дальше можно еще есть математическое ожидание квадрата величины. То есть квадрата я просто беру и вот этот х, который у меня здесь стоит, значение, которое принимает случайная величина, я их возвожу в квадрат. х2 в квадрате, p1, х2 в квадрате, p2 плюс так далее. То есть оно отличается только тем, что мы просто в квадрат это возводим. Дальше есть такая функция, которая называется дисперсия случайной величины. Это разница между математическим ожиданием квадрата этой величины и квадратом математического ожидания. Для чего я вот эти первые два здесь написал. То есть нужно просто это просуммировать и минус то, что здесь просуммировали. И еще есть одна формула для среднеквадратического отклонения. Она считается как корень из вот этой величины. То есть здесь все посчитали, поставили. Ну возвращаемся к задатчике, что у нас сказано в задатчике. Так, давайте напишем, что у нас здесь есть. Даже можем вот так сделать. Так, вот нам нужно найти теперь вот эту вероятность. У нас ее не достает. Ее можно найти из условия того, что сумма всех вероятностей, вот этих p-e, потому что, ну вот вспоминаем, что у нас здесь стоит. Это p-e снизу в нижней строке. Вот это у нас все p-e. Если мы их все просуммируем, у нас получается единица. Это тоже, ну как это, по условию. Вероятность, сумма всех вероятностей должна быть равняться единице. Отсюда можно легко это найти. То есть мы делаем как единица. Ну вот, то есть вот эту вероятность. Проходим как? Равна единице минус сумма всех, которые здесь оставшиеся. 0,1 плюс 0,3, 0,2 и плюс еще 0,2. Вот, ну и в итоге получаем, что там, единица минус 0,3, 4, 5, 6, 7, 8. 0,8. Получается 0,2. И подставляем это сюда. Вот, все, мы восстановили форму нашей таблички. Ну и дальше можно снова обратиться к задаче. Нужно найти, построить график функции распределения, но это можно потом сделать. Сначала вычислим ее математическое ожидание. Вот, математическое ожидание. Смотрим формула, как делается. Нужно просто перемножить. Это умножаем на это. Плюс это умножаем на это. И так далее. Ну и снова смотрим на эту формулу. Минус 2 умножаем 0,1. Вот это сделал, да? Дальше плюс. Минус 1 умножить на 0,3. Плюс 0 умножить на 0,2. Плюс 1 умножить на 0,2. И плюс 2 умножить на 0,2. И плюс 2 умножить на 0,2. Ну и все, поехали считать. Минус... Что там? Минус 0,2. Минус 0,3. Да. Так. Плюс 0,2. Плюс 0,2. Плюс 0,4. Так. Минус 0,5. Плюс 0,6. Правильно вы видите, да? 0,1. Все. Мы нашли математическое ожидание. Это означает m от кси. Вот. Так. Подвинем чуть-чуть. Равно. Вот. Математическое ожидание. Решили вот эту часть. Дальше найдем дисперсию. Так. Дисперсия у нас ищется... Как? Нужно вычесть квадрат математического ожидания. То есть то, что мы здесь посчитаем 0,1. Нужно будет квадрат вынести. Еще нужно найти математическое ожидание. квадрата. Случайной величины. Ну, это делается как? Если мы ищем квадрат. Просто снова квадрат рисуем. И нам нужно его извести в квадрат x и t. Верхний столбец. Вот. Здесь делаем это в квадрате. Это снова здесь в квадрате будет. Это в квадрате. В квадрате. И это тоже в квадрате. Так. Запомним. 0,1 получилось. И вот кси на 0,1. Так. Что получается? 4 умножить на 0,1. 0,2. Плюс 0,3. Плюс 0,2. Плюс 0,2. Плюс 0,4. 0,4 плюс 0,3 4,5,6,7,8,9 13 Почему цене 0,4? 2 в квадрате А, да, да, все правильно Нет, правильно, 2 в квадрате 4 на 0,2 0,8 Так, ну что, 1 1,7 1,7 Вот это мы нашли отождание квадрата в случайной величине Теперь мы все построим в формуле дисперсии Нужно вычесть из вот этого величины вычесть вот этого Ну и получается дисперсия равна 0,6 Ой, 0,6, 1,6 Все это мы А, да, да, я еще не возвел в квадрат, правильно Еще вот это в квадрат нужно вывести 0,0,1 1,7 минус 0,1 в квадрате 0,0,1 И это у нас 1,69 Ну и все Смотрим, что там в учебнике нарисуем Ну вот, дисперсия 1,69 Это 1,7 Ну вот Вроде правильно Так, теперь Что нам нужно сделать еще в задаче Нужно построить график функции распределения случайной величины Посмотрим, как строить график Берем вот эту табличку Так, вот рисуем По оси х Мы откладываем Возможные значения Случайной величины То есть вот эти вот То есть минус 2 Минус 1 0,1,2 Ну вот рисуем Минус 2 Минус 1 0 1 И 2 Дальше начинаем С самого меньшего значения Вот это минус 2 Оно у нас реализуется С ферриентностью 0,1 Значит А, ну вот в этой оси Мы делаем функцию распределения f от х Для минус 2 Мы рисуем здесь Точку ставим 0,1 Вот Если так провести Это у нас 0,1 Дальше Значение минус 1 Для него вероятность 0,3 И мы уже вот от этого места Которое было последнее Отсчитываем 0,3 Ну так отсчитали То есть вот это расстояние Это у нас 0,3 Поставили сюда точку Это у нас 0,4 Потому что мы отсчитываем От этого места Ну и дальше Нужно поставить Так же для нуля Для нуля это 0,2 Нужно отсюда Отсчитать 0,2 Тын-тын-тын-тын Сюда Это 0,6 Дальше смотрим Для единички Для единички Снова от этого Последнего значения Нужно отступить 0,2 Снова 0,2 Уже будет 0,8 А, ну нужно точку еще Нужно здесь будет ставить То есть первая точка Вот здесь Вторая здесь Третья 0,6 Вот здесь Для единички Вот здесь Точечка И для двоечки У нас там 0,2 Остается последнее Снова на 0,2 Отступаем 0,2 И последняя единичка Точка вот здесь Поскольку у нас Это величина Ну лучше вот так Сейчас сделать Это у нас Дискретная случайная величина То у нее получается Кусочный график То есть функция распределения Вообще всегда Длежит от 0,1 Ну и получается У нас Вот такой график Так Потом Ну вот так все равно Сюда 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 Здесь у нас разрыв Ну и последнее У нас График Длежит вот здесь Вот Вроде здесь Ничего такого хитрого Вообще нет Ну все Задача решена Какие-нибудь вопросы А ну да Нужно найти Среднеквартическое Выклонение Да Смотрим Как она Кинщится Это просто Корень из дисперсии Дисперсию мы посчитали И просто считаем Считаем из этого корень Корень из Д Кси Так Ну Мне это лень делать сейчас Да Я забыл как делать Ну ладно Ну ладно Все Все Одините Вот это Среднеквартическое отклонение Это формула линии Ну вот следующая задача Нужно В условиях задачи 6.1 Которую мы только что решали Нужно найти закон Распределения Случайной величины Это Которая задается Как Модуль Кси Построить график Функции распределения Величины Это И вычислить Ее Матожидание И дисперсию Ну сначала Нам нужно Построить Вот такую же Табличку Для величины Это Давайте это делать Так Вот это у нас Было Кси Значит Это Это у нас Модуль Кси Ну и соответственно Как нам нужно Составлять Эту табличку Поскольку у нас Это Это модуль Кси То мы Все значения Которые здесь Х и это Она может принимать Мы берем Их по модулю Но нужно Ну вот начнем С нуля например То есть Для нуля У нас вероятность 0.2 Дальше смотрим У нас есть Кси Равная единице Для нее Вероятность 0.2 Но у нас еще есть Минус единицы Для которой Вероятность 0.3 Так вот Если мы Рисуем Вот это Это Для нее Вероятность Принять Единицу Это сумма Вот этих Вероятностей То есть 0.3 Плюс 0.2 Получается 0.5 Точно так же Для двоечки Смотрим Это может Принимать Значение 2 У нее Единица Умножить На 0.5 Плюс 2 Умножить На 0.3 Так Все 1.1 Здорово Теперь найдем От ожидания Квадрата Это Нужно Все в квадрат Развести Что у нас изменится У нас 0.5 Плюс 4 4 на 0.3 1.2 Плюс 1.2 0.7 Давай 1.7 1.7 Теперь ищем Дисперсию Дисперсия Разбыл уже Что там Дисперсия Разница Да Мы от ожидания От квадрата Минус То есть Вот это 1.7 Минус 1.1 В квадрате 1.7 Минус 1.1 В квадрате 0.49 Ну все Это значит Что же решили И у нас осталось Решить Еще Две маленькие задачки И все Так Следующая Задача 6.10 Случайная величина Кси Принимает Три значения Минус 1.0 1.1 Нужно составить Ее ряд распределения Если Известно мат Ожидание Которое Равное 0 И дисперсия Которое На 0.5 То есть Здесь уже С другой стороны К этой задачи Подходим Так Ну давайте Поехали Что нам известно Про это кси Задача 6.10 Ну можно Сначала составить Табличку Ну давайте вот так Снова просто Делаем табличку Минус 1.0.1 Это эти значения Уметь принимать Вот это кси У нас неизвестны Вот эти вот Вероятности Можем обозначить Просто А, Б и С Их нужно найти Потому что А, ну да Нам нужно Что нам Составить ряд Ряд распределения Ну вот Ряд Это как раз Эта форма Известно Что мат Ожидание Кси Равно 0 Можно Расписать Это Как Минус 1 Умножить На А Ну то есть По той же формуле Делаем Плюс 0 умножить на Б Плюс 1 умножить на С Это все равно 0 Если все расписать Получается Минус А Плюс С Равно 0 Это первое уравнение Получилось Дальше известно Что у нас Дисперсия Это величина Равно 0.5 Ну опять Чтобы получить Дисперсию Нужно идти В от ожидания Квадрата Величине Кси Квадрата Величина Кси Это у нас Минус 1 в квадрате Нужно А Ну 0 Понятно Плюс Единица В квадрате На С Это у нас Просто А Плюс С Раним Вроде Да Да Вот здесь Вот здесь Вот это А да Здесь что-то Я не знаю А нет Все правильно Минуса Вот Минус 1 умнож На Мат Ожидание Это перемножаем Вот это Умножаем На это Ставим Сюда Потом Плюс Это умножаем На это Здорово Класс Давайте снова Распишем Дисперсия Дисперсия Случайной Величины Это Мат Ожидание Квадрата Минус Квадрат Мат Ожидание И это у нас По условию Сдачи Равно 0,5 Если сюда Подставить То, что мы Здесь получили Мат Ожидание Квадрата Величины А Плюс С Раз У меня Прямо Преимущество В том, что Я пишу На планшете И плюс Квадрат Что там Квадрат Ну да Мат Ожидание Это у нас Минус А плюс С И от этого Нужно Взять Квадрат Квадрате Все это равно 0,5 Это у нас Получилось Второе уравнение Нам нужно Теперь записать Все уравнения Которые у нас Получились Раз уравнение Два уравнения Ну еще Нужно вспомнить Что сумма Всех вот этих Вероятностей Она должна Равняться Единице Сумма Сумма равна Как А плюс Б плюс С Равна Единице У нас Получилась Система Уравнений Из трех Неизвестных А, Б и С И три Три уравнения Три неизвестные Значит можно Ну С у нас Значит равно Из первого уравнения А Да Можно второе Значит Что там А плюс Да Тут 0 Равно 0,5 Значит А А равно 0,25 Значит А у нас есть Значит у нас есть С С А, но они равны Ну да С равно 0,25 И нужно найти Теперь Б Лидится Минус 0,25 Минус 0,25 Минус 0,5 Ну и все Теперь можно Тубличку дополнить Минус 1 0,1 А Это 0,25 Б Б ВВ 0,5 И я тоже 0,25 Ну и все Более как Совсем Все время там Так Задача 6,13 Вот у нас есть Функция распределения Функция распределения Это как раз То, что мы рисовали На Первой задаче То есть нам дана Вот эта картинка Давайте ее рисовать Здесь Вкладываем Х Здесь Fx Так Смотрим При При х Меньше Реавной Еднице У нас Функция распределения 0 Минус Едница Значит у нас Эта функция распределения Проходит вот так Вот потолще Сделать Раз При От минус Едницы До Двух Немного Несимметрично Будет До двух Вот сюда Функция распределения Одна Четвертая Видишь Мы Одна Четвертая У нас Проходит Вот так Дальше При От Х До Двух До Трех Принимает Значение Три Четвертых Три Четвертых Так И При Х Больше Трех Просто Еднице Ну вот Здесь Разрыв Но еще Рисует То, что Стрелочка В эту сторону Направлена Так вот По заданной функции Распределения Нужно Так От Случайной величины Найти М от Кси И Д Кси То есть Мат Ожидание Дисперсию Эти Мат Ожидание Дисперсию Мы можем Искать От Когда у нас Есть вот такая Табличка Ну и соответственно Нам нужно просто Теперь составить Табличку Для Случайной величины Кси Давайте Говорите Чем нужно писать Минус 1 Здесь какая вероятность Здесь 0 Да 2 1 4 Разница между 3 четвертых А 1 четвертых И Что там у нас дальше 4 1 2 А Подождите Неправильно Здесь же у нас Должно быть 0 Правильно Она же Так Что там Что там Меньше равно 1 Так же Там 1 Здесь Здесь Минус 1 Да Здесь 2 Здесь 3 Вот 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 Меньше равно 1 По условию Значит Ну и Минус 1 Можно брать Ну да Да А как тогда Минус 1 И Минус 2 А 1 4 Да Она относится К этому К 1 4 А ну вот Это нужно Учитывать Значит Это 1 Так 3 4 Так Ну последняя вероятность У нас сколько здесь 1 4 Должна Только запутались С тем Какие значения Можно принимать 0 Минус 1 1 4 Ну да А где В баске Там В баске Можем Зайти Да Можем Да Можем Да Можем Да Можем Ставим А4 А3 Ставим Можем Ну все Дальше Дальше Как бы все решать Уже научились Ну вот Можно почитать И проверить Вообще С ответом Что сойдется У нас или нет Так Мат ожидания Ну да Ну да Значит Нужно Что-нибудь 2,5 Взять Так Мы можем Взять Минус 1 Все нормально Где минус 1 Мы должны взять Не по 0 И по 1 Например Минус 1 Минус 1 Та же строгая Смотрим Х Минус 1 Минус 1 Та же не строгая Та же не строгая Та же не строгая Ну да Здесь нужно 2 взять Здесь нужно 2 взять Да Можем Можем Дальше 3 Да Да Правильно А потом Там Бесконечность Ну вообще да Бесконечность Это же на ответ Будет приятнее То есть мы мат ожидания Бесконечность Поставим Мат ожидания Бесконечность Ну попробуем так посчитать Посмотрим Что ответим Зайдется Или нет Так 0 Плюс 2,4 Плюс Что там 6,4 Плюс 1 2 Получается Ну вроде так Ну корюк 3 Да Так 3 3 Так Мат ожидания Квадрата величины 0 И плюс 0 Ну что с вас сделать 2 в квадрате на 0,4 плюс 3 в квадрате на 2,4 плюс 4 в квадрате на 4. А что там такое? 4 в квадрате на 4. Дисперсия 0,5. Давайте в конец учения придём. Если сейчас ответ неправильный, я быстро выбегаю, вы меня не видели. 6,13. 6,13. 3,2 и 9,4. Давайте подгонять под ответ. Как мы неправильно записали? Я одну задачу не подготовил, можно мне просить. Сейчас прочитаем, у вас есть ответ. А? Ну да, дело в тупичке. Ну, хитрою точно не можем. Если так, то мы можем займем его условия. Спасибо. 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 Можно на серединке брать. На серединке пробежутка. 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 Сейчас я просто напишу программу, которая может все это считать. Так, функция М. Так, нужно что сделать. На серединке пробежутка. Так, и сумма, и сумма, и сумма, и сумма. Так, и сумма, и сумма, и сумма. Так, и сумма, и сумма. А, блин. Эта функция, она как раз считает мат ожидания, она суммирует это плюс это, умножает и суммирует так по всем столбцам. Если ее посчитать, получается три вторых. Ответ неверный был там. Сейчас попробую здесь посчитать, если посчитать квадрат, квадрат мат ожидания, что нужно сделать, первую в квадрате, девять вторых, если разница девять вторых минус, что там, девять вторых минус три вторых, они три получаются. А, в квадрате. Да, все-таки по ответу нужно брать вот такой вид. Можно попробовать, например, сюда подставить, так, чего там у нас, х меньше или равно единица, можно поставить первую минус пять, по идее? По условиям, может, давайте попробуем. Минус пять подставляем. Все равно получается три вторых. Вы, может, как-то неправильно считали. Вот я поставил минус пять. Если от минус единицы до двух, можно подставить... Да, давайте ноль подставим. Ставим ноль. Получается семь четвертых. А если подставим ноль пять, например? Ну вот, в чем-то здесь прикол, я пока не понял. То есть они, получается, пишут, что два, а с ноль с единицей не ходят, а в ответе пишут, что она должна была. Не, почему? Если я здесь... До этого у нас здесь было, что, двойка стояла? А? Ну-ка, если два поставить. Ну-ка, давайте посмотрим, как мы строили по известной этой табличке. Мы ставили минус два сюда. Так, ноль один наступили. Нет, для первой точно ноль должно быть. Или как? А вы верните на тот, который мы сам первым ставили график. Вот этот. До минус двух мы сразу ноль один наступили. Это правильно, потому что так даже в книжке написано. Да нет, просто. По секунду ты ездил, я понял, что они правильные. Ну ладно. А теперь, наверное, вы просто раздражены. Вы же не отвечаете, что получается. Получается, там... Наверное, вероятность вот этого неправильно написал. Потому что для минус... Вот если... Так, вернуться вот на этот график. Здесь у нас было минус два, для нее ноль один вероятность. Мы сразу от минус двух сюда отступили. Здесь тоже нужно так же надо сделать. Для минус единицы отступить на одну четвертую. Вот, наверное, здесь ошибка. Привет, правильный уменьшили, чтобы мы снижали. Но мы сразу отступаем. Ну да, нет, я смотрю... Вот, наверное, да, вот здесь опять. Минус два. Здесь же тоже ноль как-то проходит. Одна четвертая. Ну вот если... Здесь сколько? Здесь две четвертых, правильно. Здесь тоже одна четвертая. А вот здесь ноль. Да. А почему она такая? Но сумма же должна единице равняться. Вот этого всего. Минус один. Тут два, тут три. Тут что, четыре должна быть? А, ладно. Ну, можно так порой посчитать. Минус один. Два, три, четыре. Нельзя. Нельзя? А, нет, нет. Два, два, четыртых. Одна четвертая. Две четвертых. И здесь ноль. Три вторых. И девять вторых. Ну вот так получается. Вот вроде правильно, вот так. Вы разобрались. С совместными усилиями. Хочешь, получается? Вот, получается, вот такое нужно делать. А, ну вот, кстати, точно. И сюда же в четыре можем подставлять как раз значения любые. То есть, если я сюда поставлю 70, а жена нулю умножать, все равно. Ура! Ура! Ну там вообще есть еще домашнее здание. Ну, они как бы точно такие же, которые могут сейчас решать. Ну, если у вас не проверяют, то ладно, можете. Ну, если хотите, можете записаться. Давайте так, что-то... Запишитесь, кто есть, и все. А, второй сделали. Ну, все, так, здорово. Ну, тогда спасибо за внимание. Спасибо.